Спасибо, Татьяна. Рад всех приветствовать. Честно говоря, было ощущение, что я буду один, говорить сам с собой. Я рад, что вы пришли. Сегодня последний вебинар из цикла. Я хочу сбросить в чат три записи, которые уже прошли. Это четвертое, поскольку это такой, на самом деле, как я говорил уже, большой цикл. Вернее, небольшой цикл, а по сути один вебинар, который так или иначе тянется, тянется, тянется. Вот он заканчивается, ну или заканчивается. Я потом, если не забуду, спрошу на эту тему. Так, значит, вкратце все равно. Это как такая некая традиция трех вебинаров, пусть будет и на четвертом. Расскажу вкратце о себе. У меня стаж 12 лет работы в библиотеках. Работал я в разных библиотеках. Это федеральные, муниципальные. Боже мой, школьная библиотека. Ну, имею библиотечное образование, есть оно у меня, и историко-архивная, РГГУ. Вот. Это если вкратце. Так, участвую в радиопередачах, веду вебинары. Еще на первом сентября есть платформа и Директ-Академия. Так, ну и готов признаться, что четвертый вебинар был самым, наверное, сложным для меня. Он, скорее всего, будет короткий. Это не на час, не полтора. Думаю, минут на 40, но на 50. Но, тем не менее, самый сложный вебинар, потому что говорить о глобальном, если до того мы говорили о школах, о библиотеках учебных заведений, о муниципальных и городских библиотеках, то тут уже такой глобальный уровень, уровень всей страны. Это, конечно, надо какую-то иметь наглость и смелость, чего у меня хватает. Итак, мы начинаем. Ну, вы скачаете презентацию. Здесь будет три записи, три ссылки на записи, на которые вы можете, если захотите, пожелаете перейти и послушать, о чем я там, собственно говоря, говорил. То есть мы так закольцовываем весь цикл. Да, я чуть-чуть не забыл сказать. Задавайте вопросы по ходу моей лекции. И вопросы лучше задавать во вкладку с вопросами, ну, чтобы так было удобнее. Итак, пути развития библиотек, развития региональных и федеральных библиотек. Какая же миссия, цели, задачи у краевых, региональных и федеральных библиотек? Хороший вопрос, на самом деле. Я ломал голову, смотрел миссии, как себя позиционируют фонды, как себя позиционируют частные школы, как себя позиционируют какие-то иные организации. И вот я сделал что-то подобное. Все, что я говорю, это моя личная инициатива и оценка, если вы с этим не согласны, и это очень хорошо. Итак, миссия федеральных и краевых региональных библиотек в формировании на территории Российской Федерации региональных и федеральных центров знаний и создания дружественной среды, благоприятствующей для развития информационных, инновационных сервисов и иных процессов, а также раскрытие личностного потенциала читателей, пользователей библиотек и библиотечных работников. Вот, собственно говоря, какая, на мой взгляд, должна быть, ну, по крайней мере, в ближайшие лет, ну, пусть будет 20-30, миссия библиотек. Миссии меняются, это нормально, миссия доформировывается. Я знаю учреждения, которые работают над миссией годами, там, 5-10 лет. Миссия – это очень сложная штука, ее долго нужно, она настаивается. Итак, краевые региональные и федеральные библиотеки. Это как департаменты и Министерства культуры на местах. Мое мнение, я вообще сторонник, чтобы департаментов и Министерства культуры на местах, ну, пусть они будут, конечно же, да, но, вернее, правда, мне бы хотелось, чтобы прямое финансирование поступало именно в федеральные, краевые и региональные библиотеки, чтобы они потом уже занимались финансированием напрямую в муниципальных библиотеках городских. Так будет лучше, потому что люди на местах точно знают, что нужнее. И более того, выскажу, ну, не то чтобы революционную идею, но было бы очень здорово, если бы каждая маленькая библиотека, неважно, какой у нее метраж, средняя, большая библиотека, знала бы примерно свой бюджет и сколько она денег может потратить. То есть, чтобы тоже ее финансировали, ну, как-то напрямую. Были бы общие закупки, понятно, книги, мебель, ремонт через именно центральные, там, краевые, федеральные и так далее библиотеки. Но что-то помельче, организовать мероприятия и так далее, чтобы данный бюджет тоже у библиотеки, там, своего уровня тоже был. Понятно, что это, как мне не раз говорили, сказки и фантазии, но тем не менее было бы здорово и правильнее, и чтобы к этому пришли. В конце концов, у крупных компаний, подразделений есть свои отделы, и у каждого отдела, но есть общий бюджет, и у каждого отдела, так или иначе, есть свой бюджет. Он просто утверждается, и этот бюджет потом идет в работу. То есть, каждый отдел знает, на что он может рассчитывать. Мне кажется, что это рабочая схема, ну, может, немножко сложная, но в целом это было бы правильнее. Вот о чем я хотел сказать. Цели краевых, региональных и федеральных библиотек. На мой взгляд, это целое облако тегов, облако ключевых слов. То есть, вот даже, я даже искал, думал сделать облако тегов такое 3D, но потом что-то как-то заленился и не стал этого дела делать. И так все будет ясно, видно, наглядно. И так, какие же цели? То, что зеленым, это как раз вот ключевые слова. То, что я писал в общем предложении, но потом понял, что это все-таки скорее облако, нежели предложение. Так, образование, работа с кадрами, работа с читателями. Сохранение информации в первозданном виде. Ну, то есть, там поступила какая-то книга с вправками, с какими-то изменениями и так далее. Ну, там, например, 5-6 таких книг разных. Одна с изменениями, другая третье издание, другая первое издание. Все это должно быть, как вот пришло к нам в первозданном виде, так все и должно сохраниться. Переработка источников информации. Ну, упорядочивание, там, экономия места, более правильная расстановка и так далее. Ну, обеспыливание тоже, как элемент борьбы со всякими грибками и все остальное. Систематизация, что очень важно, потому что я размышлял на эту тему, и библиотека, она любая библиотека, она является институтом, она много чем является, и много каким институтом. Одна из мыслей, чем она является, это институт до востребования, что в какой-то момент появляется на пороге библиотеки любой абсолютно парень или девушка и ныряет в этот пласт, пласт информации, который упорядочил, сделала более правильным, более порядочным, более системным библиотека. И что-то там находит, благодаря вот библиотеке, что-то свое. И так появляются какие-то открытия, так появляются мысли, так появляются знания, так появляются точки зрения, которые меняют людей. Ну, человека, а человек может так или иначе изменить какой-то своей идеей мир. Мы не знаем, откуда мы можем взять идею, но точную идею можно взять в библиотеке. Я в это верю. Исправление ошибок. Дело в том, говорю по своему опыту, когда я и практику проходил, а практику я проходил, да, по-моему, почти во всех библиотеках, кроме разве что предприятий. Ошибки были везде. И понятно, что есть человеческий фактор, понятно, что, наверное, это норма. Ну, как говорится, да, если ошибок 5% это норма, если их 50%, то это уже вопрос. То есть ошибки бывают разные, и работа над ошибками. Именно это каталог, база данных и сервисы, которые библиотеки делают. Ну, и, может быть, история именно с пометками, с ошибочными на книгах, на документах и так далее, ну, на предметах. Потому что библиотеки очень многие имеют и музеи, и, по сути, архивами являются, и добавка, и библиотеками. Вот я бы вообще это все объединил в одно такое понятие, в такую некую, ну, архивы, музеи, библиотеки, такая триада. Триада – это то, что сохраняет самые разные знания. Просто одно работает с одним, другое с другим, третье с третьим. Так. Открытость, дружелюбность библиотека как онлайн, так и оффлайн-среда. Я не раз по своему опыту сталкивался с не очень дружелюбными библиотекарями, с не очень дружелюбными сайтами библиотек, с не очень дружелюбными соцсетями библиотек, ну, то есть окружением информационных библиотек, где все сделано на, скажем так, отшибись и на галочку. И я сталкивался с… Может быть, коллективы были симпатичные, но сама библиотека оставляла желать худшего и лучшего. Это касается и уборки, это много чего касается. Тут не стоит прямо говорить только о ремонте или еще о чем-то. Это касается и духа, и вообще наполнения, и смысла, и вообще, куда она идет, и зачем она нужна в целом. Вот именно данные, вот эта маленькая библиотека и какие читатели приходят. Очень часто становилось грустно на самом деле. Но все движется, все меняется. Вполне может быть, что все станет гораздо лучше. Доступ. Это одна из таких существенных функций библиотек, это представление доступа на самых разных носителях. Ну, в основном, это, конечно, такой онлайновский носитель, аудио, видео. Ну, скажем так, будет со временем. Сейчас пока это все-таки не лидирующая история, но со временем она станет, конечно же, лидирующей. Ну, электронная просто версия книг или документов. Выход за стены библиотек. Ну, это скорее тоже онлайн, чем оффлайн. Я не считаю всякого рода фестиваля выходом, потому что, ну, на мой взгляд, то, что делают многие библиотеки в плане фестиваля, в плане масленицы и так далее, ну, это, конечно, у меня лично сейчас уже вызывает вопросы. В принципе, понятно, что есть план, понятно, что есть госзадания, которые нужно делать, и масленицы туда входят. Но мне кажется, что вопрос именно в содержании, да и, в принципе, в форме подачи, как это сделать. Сделать просто фестиваль с блинами, с снеговиками, как бы это ни звучало, но это проще, чем сделать что-то образовательное и интерактивное. Выход за стены, конечно же, в основном, это какие-то выставки, это коллаборации с партнерами, это онлайн-выставки. Есть куча сайтов, где можно сделать какие-то, собрать материалы под эгидой вашей библиотеки. Это те же соцсети. Есть еще такая... Это в рамках, правда, проекта делаются такие выставки, витрины на улицах, либо территория библиотеки как-то облагораживается. Это больше к школьным библиотекам относится. Но в основном это, конечно, работа в онлайне, то есть, чтобы библиотека все-таки не замыкалась на себя, а выходила в мир во всех смыслах. И реализация. Ну, я бы тут... Я долго думал все-таки оставить слово реализация или написать слово действие. Я вот долго думал и оставил реализацию. Действительно, действия не хватает, чтобы библиотеки больше действовали. От этого они будут более заметны в целом. Ну, отсюда это накопление знаний и опыта на практике. То есть, в целом, тот опыт, который мы накопили, мы можем его как-то использовать. И отсюда то, с чем мы начали это образование, тем мы и заканчиваем. Что образование, что действие, либо реализация – это в целях. Это очень схожая история. Что первое – это образование для библиотекарей, для читателей. А библиотека, ну, понятно, для специалистов, какое образование может быть. Да, курсы, повышение квалификации, какие-то вебинары, образовательные конференции. Для читателей что-то подобное, но на информационный лад. То есть, как отличить фейки, как заниматься правильным поиском информации и так далее. Вот. То, что ниже – это уже сами библиотекари, либо сами читатели в плане сообщества могут, скажем так, выходить, создавать какие-то на базе библиотеки свои уже какие-то лекции, курсы и так далее. И все это дело являть миру. Так. Это что касается целей. Сейчас будет, наверное, одно из самых таких длинных историй. Все-таки самый сок, самая суть не в целях, не в миссии, как мне видится, все-таки в задачах. Они более расписаны, наверное, более четкие и понятные. Вот мы туда сейчас и пойдем. Итак, задачи библиотек федеральных, краевых, региональных. Первое – это методическая копилка. Это база знаний для специалистов. То есть, на мой взгляд, конечно же, такие штуки, они есть. Как правило, это частные сайты. Есть даже, по-моему, что-то на региональном уровне. Но такого мало. То есть, на мой взгляд, конечно же, в идеале, чтобы была такая копилка на уровне России. По-хорошему, чтобы, не знаю, российская государственная библиотека или национальные сделали какой-то такой сайт, куда библиотеки могли за, не знаю, за сертификат, за какие-то бонусы, я не знаю, там, за какие-то подписки. Ну, стимул, безусловно, должен быть за повышение квалификации своей, да, выгружать материалы, наработки, которые они делают. Так или иначе. Чтобы это была база обмена данных по всей России, свободная. Чтобы это не искать в общем, да, не искать. А вот такой-то урок именно в рамках библиотек, такой-то урок находишь, а это преподаватель. Понятно, что это все очень близко и это можно легко адаптировать. Но в идеале лучше, когда такая общая база знаний, данных будет на федеральном уровне. Я не вижу ничего плохого, если такие базы появятся. Ну, я думаю, они есть. Но если их будет просто больше, появятся и на региональных уровнях от региональных краевых библиотек. Это тоже здорово. В принципе, если говорить про отчет, то, о чем мы все равно от этого мы никуда не уйдем. Есть план, есть отчет, есть госзадание. Это тоже неплохой отчет. В принципе, всегда, когда я работал в РГДБ, это Российская детская государственная библиотека, там в массовом отделе одна из форм отчетности была написание сценариев. То есть нужно было... Ну, там, правда, методисты были, как правило. Нужно было писать вот несколько сценариев. на разные праздники и так далее. Это очень даже хорошо ценилось и ну, как-то служило каким-то ростом и повышением. Методические дни оффлайн. Я имею в виду в этом плане... Ну, тут написано, может быть, пафосно, библиотечный тур по библиотекам России. Да, почему нет? Но в основном я имею в виду, конечно же, понятно, что с финансами могут быть сложности. В основном я имею в виду обмен опытом. Чаще всего библиотеки, какими бы они ни были, даже если это дружественный ЦБС либо там поселковые библиотеки, которые находятся друг от друга не так далеко, они особо не обмениваются с опытом. Они особо не знают, что друг у друга происходит, даже если подписаны на соцсети. Как правило, так и происходит. Поэтому вот эти туры, вот эти походы именно с рассказом о библиотеке, с рассказом кто что делает, кто чем занимается, это очень полезная вещь. Походы должны быть разными, в разные библиотеки. Научно-технические, библиотеки предприятий. Опыт, он в целом один у всех. Он применим на многие библиотеки. Но так или иначе он может быть разнообразный. И в конце концов опыт делают люди. И тот самый интересный, тот самый неожиданный человек может обнаружиться где угодно. Скажем так, даже в какой-то небольшой библиотеке, о которой вы не знали. Я, например, не во всех библиотеках Москвы был. И очень часто найти время, чтобы собраться и куда-то пойти или поехать специально, не специально и взять книгу на другой конец Москвы или там в другой город. Это довольно сложно. А вот в рамках таких поездок, да, можно много чего подчеркнуть. в плане всего, в плане как устроена библиотека, расстановки, мебели, какие там идеи в ней, даже если нет идей. То есть мы все равно сравниваем, сравниваем библиотеки друг с другом, нашу с чужой, чужую с другой и так далее. Как это все устроено, какие люди работают, все так иначе, эта информация, это очень полезно. Перекрестные вебинары. Ну, я бы это назвал туром по России, только онлайн, скажем так. Это когда краевые, пусть даже муниципальные ЦБС и библиотеки договариваются с коллегами из других городов, они ведут какой интересный опыт и устраивают какие-то там, не знаю, методические вторники, среды, пятницы, неважно, на тот же санитарный день, если остается время после уборки, тоже обмениваются мнениями, как-то разговаривают друг с другом. Это тоже безумно полезно. И особенно, если рассказывают про свою деятельность, про работу и про проекты. Вот. Ну, курсы повышения квалификации, чем их будет больше, тем лучше. Понятно, что в каждом регионе есть свои особенности, и в каждом районе могут быть свои особенности. Где-то важнее мемориальная деятельность, где-то краеведческая, где-то экономическая, где-то техническая и так далее. Все зависит от того, какой центр, что за город, что за район и так далее. курсы тоже должны быть разные серии, как платные, так и бесплатные. Я не очень верю в бесплатное образование, но в том плане, что оно есть, есть безумно очень хорошие курсы. Правда, к сожалению, так устроен человек по большей части, не то чтобы все, но по большей части, если это не оплачивается, то это и не ценится, какие бы там знания ни были. А курсы есть очень шикарные, бесплатные. И особенно во время пандемии этих курсов открытых было просто море. Можно было адаптировать под библиотеки как угодно. Поэтому чем больше таких будет курсов, и это как задача именно вот этих библиотек краевых, федеральных именно создавать, делать такого рода курсы и приглашать на них, что самое важное. Потому что тоже есть какая-то информационная блокада. То есть библиотеки, они блокированы со всех сторон. Они не могут выбраться из своего библиотечного мира, чтобы рассказать другому миру, миру людей, которые ходят в книжные магазины, миру людей, которые ходят еще куда-то, в театры, например, что они существуют. И, ну, вернее, то, что существует, может быть, многие знают, но чем занимаются библиотеки, точно мало кто знает. Это тоже такой мой опыт. И как над этим небесе существует какая-то вот такая самоблокада, что ли. И внутренняя тоже. Когда одна библиотека хочет сообщить другой, что вот у нее что-то происходит, почему-то тоже информация не доходит. Там обрубается на уровне директора, на уровне заведующей, ну, и, как говорится, дальше по лестнице. Так. Тут Римма написала обмен опытом это прекрасная возможность получить воплощенную идею и внедрить в жизнь своей библиотеки малой кровью. Да, да, Римма, все правильно, так и есть. Базы знаний. Ну, собственно говоря, я ратую за то, чтобы библиотеки создавали свои продукты, любые библиотеки. База знаний, она включает в себя все, что угодно. Это подкасты могут быть, выпуски, это посты, связанные в какую-то сеть, связанные их тегами, хэштегами. Это газеты, журналы, порталы, подборки и так далее, плакаты, то, что библиотека производит. Если этого довольно много, а если это не одна библиотека, а если это еще где-то хранится на облачном диске, сервере, неважно где, на портале, это уже база знаний, которой может пользоваться как библиотекарь, так и читатель. Вот такими базами знаний тоже нужно заниматься, их нужно создавать, если они не созданы. Ну, это просто, как правило, нужна какая-то платформа, просто какая-то база, и так иначе эти базы знаний, они у вас, у многих библиотек уже существуют. Небольшие, крохотные, маленькие, но если собрать эту базу знаний из библиотек региона, к примеру, то это будет серьезная такая интеллектуальная мощь. Кто-то занимается краеведением, кто-то экологией, кто-то, я не знаю, какой-то иной аналитикой по региону, району, это может быть востребовано и может быть полезно. Вот. Ну, вопрос, конечно, за информированием, потому что многие ресурсы и сервисы, они есть, даже на федеральном уровне, все не так плохо на самом деле, но очень плохо с информированием, этими ресурсами, о них знают библиотекари, но о них почти не знают жители России, хотя денег выделяется на это дело безумное количество. Так, идем дальше по задачам. Открытый единый электронный каталог, тут я, может быть, пофантазирую, может быть, не пофантазирую, конечно же, такие каталоги должны быть в каждом регионе, чтобы на базе краевой региональной библиотеки такие каталоги объединяли всю сеть библиотек в данном регионе, какие бы там ни были библиотеки, и чтобы читать регионы, ну, не только регионы, да, там, может быть, соседнего региона, есть любители, могли зайти на определенный сайт, либо отдельный, либо интегрированный с сайтом региональной краевой библиотеки, и найти в том или ином пункте книговыдачи, в той или иной библиотеке, района, региона, города, муниципалитета, книжку, да, и что она там есть, вот, а еще лучше, чтобы это дело еще и получить сразу там, например, в электронном виде, что тоже было очень бы здорово, и такую же штуку, но это уже, наверное, фантастика, и либо такое отдаленное будущее все-таки, чтобы такой каталог был именно по всем библиотекам России, но это уровень уже, конечно, федеральный, это очень все серьезно и сложно в плане регионов, как это сделать, еще можно подумать, в плане федерального уровня, боюсь, что это будет тяжко, хотя весь вопрос в менеджменте, как это все закрутить, я думаю, это возможно на самом деле, было бы желание. Коллаборации с электронными библиотеками, я знаю, что во многих библиотеках уже есть такие коллаборации, в основном библиотеки оплачивают подписку ЛитРЭС, предоставляют электронный доступ читателям удаленный, что спасло и пандемию, не только, и такая выдача нарастает, вот, ну и здесь я призывал бы помогать сервисам развиваться, делать, если есть такая возможность, не у всех она есть, к сожалению, делать несколько подписок на разные сервисы, чтобы, ну как бы, финансирование и развитие доставалось не одному сервису, а нескольким, ну, например, тому же букмейту, стритейлу, да, или арзамасу, и на эти деньги эти сервисы будут развиваться и двигать в том числе и нашу какую-то общую мысль, в том числе будут, ну вот, например, у ЛитРЭСа, ну, относительно, хотя они давно, давно все-таки появились, не было же этого приложения, ЛитРЭС библиотека, появилась, потому что были заявки, были заказы, и решили сделать отдельное приложение для библиотек, вот если будут такие заявки, такие заказы, то и арзамас, и букмейт, и стритейл сделают что-то подобное, и не факт, что хуже, я за, я в этом плане за конкуренцию, если будет конкуренция, то сервисы будут предоставлять все это дело дешевле, качественнее, и кое-где даже бесплатнее, вот, ну, пока лидирует ЛитРЭС, я не говорю, что это плохо, я просто за разнообразие, не складывать яйца в одну корзину, и так, есть проблема, как я уже говорил выше, это реклама национальных библиотечных ресурсов, национальные библиотечные ресурсы есть, это уже хорошо, это уже выполнение миссии, это уже выполнение целей общих библиотечных, правда, с ними тоже есть проблемы, как я говорил уже выше, я перечислил тут, это активные ссылки, вы можете ими пользоваться, когда скачаете презентацию, я тут перечислил не все, самое, наверное, то, что на слуху библиотечного мира, это НЭП, НЭДБ, это НЭП-свет, это электронная библиотека РГБ, это электронная библиотека РНБ, у каждой из этих библиотек есть, ну, скажем так, наверное, одна из самых таких интересных и совершенных, это НЭП-свет, ну, и электронный каталог РГБ, хотя мне и детский НЭП нравится на самом деле, вот, ну, не будем о предпочтениях, в целом, то, что у нас есть столько ресурсов, они, ну, скажем так, рабочие, да, там, с перекосами, не перекосами, это уже огромное достижение, это уже здорово, есть чему радоваться, но есть, скажем так, глобальная проблема, об этих ресурсах почти никто не знает, эти ресурсы делаются, на них выделяются огромные деньги, как я говорил выше, и об этих ресурсах знают в основном библиотеки, то есть реклама в основном поступает в библиотеки и библиотекарям, вот, и я бы не сказал, что данные ресурсы сильно пользуются какой-то все-таки популярностью, каким-то спросом, хотя, повторюсь, они довольно существенные и полезные, мой личный опыт, это электронный каталог РГБ, я нашел, я занимался краеведением, нашел точную справочную информацию, по которой была написана статья о колхозе, про которую никто не мог сказать, существовал он на территории района Филии или нет, и оказалось, что существовал, я нашел более трех источников по открытым данным каталога РГБ, причем и качество довольно хорошее, и я сам не пользовался, но очень хвалят, нахваливают именно NetSvet в целом. Общая проблема это реклама, это в целом общая проблема, наверное, нужно закладывать какие-то деньги на рекламу библиотек, на федеральных каналах, позиционирование, но помимо этого, конечно, нужно и переделывать библиотеки, потому что если мы скажем, что в библиотеках хорошо приходите, люди придут, они во всех будет хорошо, тоже библиотеки разные, то, конечно, это подорвет, все подорвет. Итак, создание своих библиотечных сервисов. Я привел пример Москвы, я не стал лазить по регионам, хотя я знаю, что есть подкасты у разных библиотек, у многих библиотек регионов, но я привел то, что мне показалось интересным. Это Лектра Некрасовка, библиотека имени Некрасова в Москве, там прям все документы, практически все книги, редкие плакаты, у них огромная коллекция всего, я бы сказал, плакатов, и марок, и так далее. Они выкладывают, то есть, это прям целая огромная коллекция, и ничем не уступающая РГБ, я бы даже сказал Небу. и есть такой сервис, его сделала ЦБС, не помню какого округа, честно говоря, зайдете, посмотрите, это проект разночтения, это сервис по поиску литературы, которая может, ну, то есть, вы забиваете возраст, забиваете предпочтения, и получаете подборку книг для детей, для взрослых, и получаете еще чек-лист, и по-моему, там даже какие-то тесты есть на тему чтения и так далее. Ну, скажем так, тоже могут быть вопросы, мне не могу сказать, что прям сильно все понравилось, но я выступаю сейчас не как критик, я рад, что такой сервис тоже появился, потому что это муниципальный сервис, это не уровень города, хотя это сделано на уровне города, и в принципе этим может пользоваться кто угодно, да, это на уровне страны, так или иначе, но это сделала муниципальная ЦБС, то есть, есть чему гордиться, а эти перекосы, какие-то там, что-то с навигацией может быть не то, это со временем все отладится, ничего в этом страшного нет. Итак, кадры, поиск, рост, сопровождение, ну, я считаю, что не люблю я центры, но нужно что-то с этим делать, нужны, нужна кадровая политика на федеральном уровне в плане библиотек, и я сейчас говорю не про дотации молодым кадрам, ну, да, молодым сотрудникам, я сейчас говорю скорее как искать талантливых людей, пусть они будут без образования, допустим, но которые готовы вливаться и делать что-то для библиотек полезное, как их развивать, как делать так, чтобы они росли, занимали руководящие должности, и, ну, что немаловажно, я не туда поставил сопровождение, сначала поиск, сопровождение, потом рост, именно сопровождать до какого-то момента, своего рода какой-то нужен институт наставничества, настоящий, а не вот там из серии, приходишь в библиотеку, твой первый день, и тебе начинают говорить, а вот, как я закончил или закончил институт, а мы столько книг перевязали, а мы переехали, это уже наш пятый адрес, а раньше в 90-е ходило по 100 человек в день, ну, это, конечно, опыт, но не знаю, я, например, слышал что-то подобное, и на этом мой опыт передачи знаний старшего поколения заканчивался, к сожалению. Так, переходим дальше. Работа с сообществами, ну, я уверен, что многие работают и так, но это нужно расширять, углублять, сообщества самые разные, граффитистов, поэтов, художников, экологов, просто соседей, да, это как раз отсылка к третьему вебинару про соседские комьюнити-центры, то, что библиотека по умолчанию так или иначе и является, просто это можно развить, ну, тут понятно, формирование профессионального сообщества, тут могут возникнуть вопросы, и вы можете спросить у меня или даже сказать, да, оно есть, я говорю, что его нет, на мой взгляд, есть отдельные люди, есть отдельные директора, есть отдельные библиотеки, есть отдельные группы, есть вообще много чего отдельного, но это все особо не связано никак и ничем, ну, есть у нас РБА, есть у нас конференции, вообще много чего есть, но конкретного взаимодействия, конкретной связи очень мало, да, есть крупная группа, современная библиотека, есть, на мой взгляд, один из флагманских журналов, я могу ошибаться, просто их несколько, но на мой взгляд, флагманские все-таки современная библиотека, есть еще библиотека, библиотечное дело, библиотека ведения, библиотечное поле, много всяких журналов, но флагманские все-таки, на мой взгляд, интересные, один из самых интересных, это все-таки современная библиотека, но все это особо не связано, и таких вот центров, которые связуют наш мир библиотечный, их безумно мало, это журнал один, как правило, эти журналы, ну, как я понимаю, не то чтобы есть какая-то конфронтация, но не очень-то и взаимодействуют друг с другом, как я понимаю, есть параллельные группы, которые тоже не очень взаимодействуют друг с другом, вообще в нашем мире куча разделений, школьные библиотеки со школьными библиотеками, и то не очень, муниципальные с муниципалами, городские с городскими, федеральные там, вообще, у них какой-то свой уровень космический, и так далее, на мой взгляд, это нужно прекращать, я не верю в какое-то мощное объединение, потому что у всех свои интересы, у всех свои сферы влияния и бюджеты, все это объединить, наверное, нереально, но, тем не менее, к этому нужно стремиться, нужно создавать центры объединения, журналы, на базе которых могут печататься все, конференции, на базе которых тоже могут выступать, и чтобы на этой базе, более того, чтобы эти конференции приглашали к диалогу, к выступлению, какие-то группы, какие-то сайты в целом, то есть, на мой взгляд, правильнее было бы идти каким-то общим шагом, ну, хотя бы пытаться, хотя бы имитировать эту походку, вот. Поддержка профессиональных групп и изданий. Я думаю, что один из первых шагов создания вот этого, вот этих точек соприкосновения, точек общего, ну, давайте назовем библиотечного мира, ладно, России, да, это может быть поддержка журналов финансово, если многие библиотеки, я знаю, что выписывают, но многие не выписывают, им это не надо, если многие библиотеки начнут выписывать хотя бы по одному журналу, соответственно, группы и сообщества в этих журналах будут развиваться, эта точка опоры будет усиливаться. Ну и, соответственно, профессиональные группы, вступать в эти профессиональные группы, их не так много, хотя стало больше за последние 2-3 года. Как поддерживать? Делать посты, рассказывать о своей библиотеке, рассказывать о своей работе, хвастаться, да, напрашиваться на конференции, выступать со своим опытом, становиться более значимым библиотекарем в своем муниципальном образовании, в регионе и так далее, выходить на разные иные другие уровни, знакомиться, общаться. Так эта история будет укрепляться и развиваться. Вот, а куда это выведет, это уже другой вопрос, но от этого хуже не будет, от этого будет интереснее, и этот мир, он хотя бы будет, его можно будет пощупать, где он заканчивается, а где он не заканчивается, то есть с кем по пути, с кем не по пути. Так, следующий момент, это формирование библиотечного лобби. В первом вебинаре я говорил про лобби школьных библиотекарей. Дело в том, что школьные библиотекари и школьные библиотеки страдают от того, что их почти не комплектует художественной литературой. Совершенно. Вот, и это такой момент, ну, есть загвоздка в законодательстве, что вот на учебнике да, а вот на это нет, как будто бы это не нужно, это такая побочная история. И тут вопрос, конечно, идет о общем лобби. Что это в итоге такое? Это инструмент, ну, я думаю, понятно, что такое, но я все равно договорю. Это инструмент взаимодействия и влияния на руководителей и на источники власти регионов и каких-то там федераций, на депутатов. Это выстраивание диалога, да, это создание новых экспертов, пула новых экспертов, создание преподавательского состава. У нас в библиотечном сообществе на самом деле все, ну, я не буду говорить, что все, но есть сложности с тем же библиотечным образованием, конечно же, да, и оно фундаментальное, его часть именно в плане библиотечных дисциплин менять, конечно же, не нужно, это все правильно, но то, что касается современных методик, современных каких-то путей развития, работ, библиотек, это, конечно, все-таки образование сильно отстает. Это, с одной стороны, нормально, образование не может поспевать за тенденциями, но, с другой стороны, как я вижу, образование сильно отстает. Есть такой момент. Все-таки преподавательская мысль во многом где-то остановилась на 15-10-летней давности, к сожалению, то, что я наблюдаю. Но будем ждать, что придут новые молодые библиотечные работники, которые начнут преподавать в тех же институтах и делиться своим опытом. Это очень важно. Ну, и создавать свои курсы авторские, неавторские, не важно. Это очень важно. Усиление информационного следа. Это как раз относится и к лобби, это относится и к созданию этого мира библиотечного. То есть, идти туда, где вас нет. Если вы не рассказывали о своей библиотеке в районной газете, спросите, редактор районной газеты, а можно ли это сделать? Если у вас нет канала Дзен, но у вас есть куча материала, которые вам все равно куда выкладывать, хоть в живом журнале, который, как говорят, умирает или умер, то ли в Дзене, то ли в Меле, то ли еще где-то. Вот так сделайте это. Почему нет? Какая разница? Просто продублируйте информацию в 3-4 источника. Это соцсети, где вас нет, к примеру, если вас нет ВКонтакте, заведите, просто дублируйте. Если вас нет в Фейсбуке, тоже заведите, дублируйте. То есть такие простые механизмы будут создавать больше информационный след и в целом библиотек много, они будут более видны, более значимы. Я не буду, конечно, говорить про библиотечные соцсети. Это очень часто печально все, потому что все мы понимаем, это примерно так, как и с сервисами. Денег вкладывается много, иногда выделяются отдельные люди, смотрят это все и знакомы с этим библиотекарем, что тоже неплохо на самом деле, но проблема в том, что направленность немножко на другое, направленность на все-таки читателей и пользователей. А тут получается все-таки все для библиотекарей. А как звучит все для библиотекарей? Звучит здорово. Так, посмотрим, мы с задачами, по-моему, да, с задачами мы закончили, но на самом деле задач гораздо больше. Я просто привел те задачи, которые мне показались наиболее важными. Миссия, цели и все перетекает с задачи. Думаю, задач гораздо больше на самом деле. И каждый может найти еще что-то дополнительное. Национальные электронные ресурсы. И, собственно говоря, зачем они нужны и почему о них нужно говорить. Я долго думал, стоит ли добавлять картинки, но потом понял, что много текста это плохо и решил добавить картинок просто про национальные ресурсы. Ну, что тут сказать? Я уже говорил, что то, что у нас есть национальные ресурсы, это очень здорово. Это то, что, кстати, нас объединяет. Нужны они именно для объединения, для общего доступа, для читателей, чтобы они могли прикоснуться к этим уникальным коллекциям. Где-то мировой культуры, где-то нашей культуры, неважно. Удаленно, как правило, это происходит, не посещая библиотеку. Но это тоже продукт, это тоже доступ. Чтобы читатель, посетитель, тот же библиотекарь могли оставить свою рекомендацию, свою заявку. вот как, например, с каталогом РГБ. Там часть фонда не отсканирована. И, может быть, будет еще не отсканирована столетия. Но там можно поуправлять этим сканированием. Оставить заявку, нажать на колокольчик. И тем самым вы скажете, что специалистам Российской государственной библиотеки, вы скажете, что то или иное издание просим отсканировать. И наиболее востребованные и те издания, которые набрали большее количество голосов, они сканируются и выкладываются. Что тоже очень важно. Это как раз есть такой прямой запрос, запрос действия. Вот. Так, я немножечко да, собственно говоря, в целом, зачем нужны на самом деле понятно, я сказал об этом. Теперь момент, почему о них нужно говорить. О них нужно говорить только потому, что потрачены огромные колоссальные деньги на создание этих проектов. Эти проекты в целом хорошие. есть перекосы, есть свои там моменты. Я не буду называть платформу, но он плохо отсканирован. Ничего не видно. Целая книга плохо. И возможно, не одна такая книга. Ну, то есть, как минимум, с этой книгой библиотекарь плохо себя поступил. С этой книгой именно деньги потрачены зря. То есть, надо пересканировать. И такого, возможно, немало. Но, тем не менее, эти национальные ресурсы созданы, они нужны. И их просто никто не знает. Факт остается фактом. Это целая беда. О них нужно говорить. О них нужно приводить примеры. Ими нужно пользоваться. Потому что я уже говорил, что в плане краеведения это незаменимая история. Если читателе... Был опрос у нас не так давно. Там по новому проекту в Москве я как говорится нерадостно к этому отношусь, но тем не менее не буду углубляться. И ряд читателей писали «Отсканируйте все свои фонды, откройте их, чтобы мы могли получать доступ онлайн ваших книг». читатели посетителей не знают, что есть ряд сервисов, где все уже отсканировано, куча книг отсканирован. И он также из дома может все это увидеть. Люди просто об этом не знают. И да, модераторы давали ссылки именно на разного рода такие сервисы и такие национальные ресурсы. Поэтому об этом нужно говорить, иначе это все будет невостребовано, иначе это будет очередной между собой очередная галочка. Хотя повторюсь, ресурсы и продукты правда хорошие. Ну, там с доработками, но в целом очень хорошие. Ну, это NEP. Картинки кликабельные, вы можете, когда получите презентацию, с ними работать. Это национальная электронная детская библиотека. Она мне, она, конечно, попроще в плане дизайна, но она мне чем нравится? Газеты, журналы, книги, диафильмы, там, по-моему, мультфильмы какие-то. То есть очень много всего бесплатно и в свободном доступе. Но об этом никто не знает. Говоря никто, я не имею в виду 17 тысяч библиотек или 2000 читателей. В рамках России это никто, их очень мало, но это ни о чем. То есть таких людей должно быть больше. Куда они могут обратиться? Или когда я слышу, человек искал произведение Хармса, нигде не мог найти? Ни в одном книжном магазине. У меня возникает вопрос, а почему вы не зашли в библиотеку просто ножками? Или ладно, было неудобно, зайдите в электронную библиотеку, бесплатную, которую для вас создали, там точно это есть. И более того, ни один формат Хармса, ни в одном переводе, как любят эстеты, любят гурманы литературы, куча переводов, выбирай, который нужен и так далее, даже с иллюстрациями что-то можно найти. Вот почему это важно, вот почему это нужно. Но повторюсь, ситуация конечно все-таки печальная, в это никто почти что не вкладывается, эти проекты просто, они делаются некачественно, они просто по сути висят и ждут, пока на них кто-то случайно или около того забредет. Вот примерно так это все и происходит. Ну это Непсвет, очень хороший сервис, сейчас он получает благодаря коллегам школьных, которые работают в школах, благодаря библиотеке имени Ушинского, это кстати совместный проект, ну тут написано чей-то совместный проект и Российской Государственной библиотеки и НЭБА, я так понимаю, там есть так или иначе рука президентской библиотеки, ну и Министерство культуры, это целое приложение, это тоже достижение, достижение библиотек России, что есть такая штука, там и аудиокниги, и все что угодно, и все бесплатно, пожалуйста, пользуйся на телефоне, занимайся, пожалуйста, для детей это просто, ну как, кладезь, и для уроков, и для школьных библиотек, да и вузовских, да и любых библиотек, то есть я не верю, что что-то может нас ограничить или убить, да, так или иначе мы можем любой ресурс, любым ресурсом воспользоваться так, как нам нужно, этот ресурс именно сделан для читателей, почему мы им не можем пользоваться, да можем, просто надо подумать, как, а тут все на поверхности, ну это электронный каталог РГБ, про который я говорил, это национальная библиотека, вот, ну про это я сказал, взаимодействие библиотек разного уровня, разного подчинения друг с другом, так, я сейчас, да, да, я тут буквально хотел сказать пару слов, потому что я уже отчасти про это сказал, что с этим есть колоссальная проблема, есть куча, ну то есть по сути повторюсь, есть куча разного всего, ассоциаций, направлений, движений, но как правило, и это призвано объединить, это призвано взаимодействовать, но как правило, даже простейшее взаимодействие библиотек района очень часто не происходит такого взаимодействия, да, казалось бы, сделать районный праздник, ну бог с ним, пусть ту же масленицу, я же не против, да, на 3-4 библиотеки, которые есть в районе, нет, каждая библиотека будет делать свою масленицу, хотя они, например, входят в одну ЦБС, на мой взгляд, это нонсенс в целом, но тем не менее, это распространенная вещь, я уж не говорю, что если у библиотекаря возникнет какая-то идея, с другой библиотекарей пойдет разговаривать, а давайте сделаем это вместе, тоже возникнут вопросы, это умрет на, может быть, и не умрет, но чаще всего это умрет на какой-то стадии обсуждения, либо библиотекарь захочет сделать что-то с региональной библиотекой, на него посмотрят сверху вниз и скажут, ты что это, мы региональная библиотека, ты муниципал, в чем проблема, есть такой момент, я не вижу, на самом деле, препятствий, все препятствия, они в голове, в голове, в голове, в общем, в голове, не буду говорить у кого, а то меня закидают, в голове, в нашей, в том числе, голове, то есть мы сами себя останавливаем, друг друга, сами себя, наших коллег, поэтому, я в этом плане за расширение взаимодействия, то есть если есть прекрасная идея, почему бы ее там не предложить в федеральной библиотеке, она может зайти, ее можно масштабировать и так далее, но таких предложений, насколько я понимаю, очень мало, либо нет, либо они были, но умерли, умерли, не дойдя, ну вот, собственно говоря, про это я и хотел сказать, мы потихоньку закругляемся, я скажу про кадровые проблемы и возможные пути решения этих проблем, вот, я постарался быть корректен, ну, по максимуму, потому что это моя больная тема, я сам под это, подо все попадал, сам с этим совсем работал, мы посмотрим, как это все будет, итак, проблема номер один, мало инициативных, вот и нету вожаков, за всю свою деятельность, я часто слышал, что нету молодежи, нету людей среднего возраста, неважно, просто нет людей, которые бы могли прийти, подать идею, а руководство, якобы, это очень любит, которые могли бы сделать какой-то проект, которые могли бы о чем-то заявить, вот, это проблема, действительно, таких людей во многих библиотеках немало, вернее, немного, а если они есть, то, чего уж скрывать, не всегда на них смотрят с радостью, бывает и косо, иногда, как на сумасшедших, что-то они фонтанируют, там, что-то им надо, вот, но, как правило, по моему опыту, если такое говорится, то руководитель, в принципе, не заинтересован в инициативах, он, может быть, в них соскучился, соскучился по инициативам, потому что их нет, но он не заинтересован в этих инициативах, я такое тоже часто встречал, к сожалению, говорится одно, на практике делается другое, это общая проблема, инициативы, они как бы нужны, но вовремя, а специалисту, молодому, среднему, да неважно, просто деятельному человеку, ему некогда ждать, пока будет то или иное настроение, хорошее, там, еще какое-то у руководителя, вот, он сразу эту идею выдвигает и хочет ее продвигать, это скорее руководителю нужно, ну, не то чтобы подстраиваться, не хорошее слово, подстраиваться, скорее попытаться услышать, тут надо понять, что и руководитель, он по-другому видит, он по-другому масштабирует все, что ему этот ваш проект, одним больше, одним меньше, одной библиотекой больше, другой меньше, то есть, там другие, другие задачи, более глобальные, как бы это ни звучало, да, это вот библиотекари на местах, особенно, которые болеют за свою библиотеку, для них это все важно, а там все сильно по-другому, это два разных языка, а то и три языка общения, возможно, нужен переводчик, вот, очень часто происходит недопонимание друг с другом, вот, это одна из проблем, следующая проблема, я тоже ее слышал не раз, идет смена поколений, а заменить неким, ну, по сути, это то же самое, с чем я сталкивался лично, когда случился вот этот локдаун, часть руководителей сталкнулась с тем, что у них очень хорошие специалисты, но эти специалисты могут заниматься только как с бумажными источниками вводить в каталог, то есть традиционной библиотечной работы, а таких вот людей, которые бы могли бы вести соцсети на каком-то уровне, которые могли бы создавать проекты, куда-то их внедрять, как-то их распространять, ну, таких, наверное, особо не делают, но тем не менее, которые мог бы вместить в себя какие-то функции пиара, переговорщика, то есть такой библиотекарь-проводник, таких людей вообще дефицит, их очень мало, которые понимают деятельность, которые могут тоже что-то сделать и внести, и которые не тянут библиотеку в какой-то странный вектор, да, а именно остаются в правильном векторе, в правильном направлении, но при этом и создают свое направление пиара, правильное, библиотечное, можно назвать, то есть таких людей вообще безумно мало, их вроде как готовят, но их не готовят, так или иначе, в основном эти люди становятся те, кто пришли со стороны, и это не всегда плохо, вот именно кто вел соцсети в каких-то организациях других и так далее, вот они, но они не совсем понимают специфику, и тут есть диссонанс, но их можно обучить, с ними можно позаниматься, так или иначе, и это тоже своего рода отговорка, я в таких случаях хочу сказать, а что вы сидели, это грубо, но извините, что вы сидели, и когда ты приходишь в эту библиотеку, я ничего не имею против возраста, есть замечательные библиотекари, кому много лет, и дай им Бог здоровья, пусть работают, но когда весь коллектив состоит из уважаемых, почтенных людей, и больше никого нет, но при этом нужно трансформировать библиотеку, менять ее, куда-то двигаться, ну, а куда вы смотрели? почему именно сейчас, почему именно тогда, когда все взорвалось? Это тоже вопрос по большей части к руководителю и к его страхам, а вот по поводу страхов мы поговорим ниже, потому что у руководителя на самом деле куча страхов, ну, как и у подчиненных, и у сотрудников. Проблема номер три. Я тоже об этом слышал и сталкивался без конца. В профессию приходят люди без профильного образования. Я даже знаю, что есть библиотекари, которые достигли каких-то уровней, стали руководителями, директорами, и они, ну, не то чтобы мстят, но они к таким людям относятся предвзято. Ну, то есть, ты не наш, я тебя делю. То есть, есть вот библиотекари с профдипломом, а есть вот все остальные. Я к этому отношусь странно, на самом деле. Я нормально отношусь к наплыву людей с разными дипломами в библиотеку. Выскажу такую мысль, очень простую. Диплом, его цвет, возраст, пол человека не имеет никакого значения. Имеет значение качество человека и понимание, куда он пришел. Если человек действительно хочет работать, он понимает, куда он пришел, он перестроится и начнет нормально работать. А по стандарту он получит какую-то там переквалификацию и так далее. Для выдачи книг, для создания проектов это вполне себе нормально. То есть тут вопрос о качестве человека и о его желании. Куда он хочет тянуть библиотеку? В правильном направлении, либо в каком-то своем. Делать из нее театр, кинотеатр, бассейн, фитнес-центр и все остальное. Тут еще и вопрос к руководству. Почему вы это позволяете? Понятно, что не всегда хочется хороших планов, хороших отчетов, к сожалению. Поэтому такие штуки проходят. Но тем не менее, я бы назвал, когда библиотека превращается такими энтузиастами, а и в том числе и самими библиотекарями, бывает во что-то иное, в какой-то суперцентр, непонятно чего, теряются прямые функции библиотеки, это превращается в театр и так далее. Я уже про это говорил в третьем вебинаре, то такие библиотеки правильнее было бы муниципальным решением переводить. Ну, то есть, если библиотека переросла библиотеку и превратилась в хороший добротный театр, это должен быть театр, а не библиотека. Муниципальным собранием выносится решение, трам-пам-пам-пам, театр, будет вместо заведующей библиотеки будет худрук, вместо библиотеки ну, кто там, трупа. Все. Я сейчас не шучу, я на полном серьезе. В Москве есть такого рода библиотеки, к сожалению, которые, ну, вот, к сожалению, пошли не по тому пути. Это вот именно какие-то такие прям клубы-клубы-клубы по интересам, где есть все от зюдо до автошкол. И именно вот как бы два стеллажа библиотека, а все остальное театр. Ну, ну, как бы чего уж тут говорить. Понятно, что есть прицепка с литературой, театр-литература, но это все-таки театр уже, не библиотека. Так. Четвертая проблема. Я под эту проблему попал и попадал не раз, к сожалению, был наивный, молодой. Кадровые резервы, молодежные советы, внутренние конкурсы, тренинги и инициативы. И все это для галочки. Проблема в том, что многие руководители иногда задумываются, что им нужно что-то со своим коллективом делать. Ну, как-то его там, ну, как-то взбодрить, потрясти. И под это дело придумываются разные штуки. Кадровые резервы. Руководитель или еще кто-то разъезжает по библиотекам и рассказывает, ну, если есть молодые, молодых не так много даже в Москве, хотя зарплата в Москве довольно хорошая. И буквально тычет пальцем, ты в кадровом резерве, как только, так сразу. И, конечно, кто-то понимает, что не стоит даже рассчитывать, а кто-то не понимает, загорается, перегорает. Молодежные советы для галочки. Вот у нас был такой, я участвовал в таком совете, где, как оказалось, мы просто так куролесили. Ну, то есть, там же документация должна быть, положение в молодежном совете и так далее. По сути, он обладает какими-то ресурсами, он что-то может делать. Даже какие-то рекомендации, даже в каком-то плане указывать директору, какие-то советы давать и по-хорошему говорить, что мы с чем-то не согласны. Эти документы просто не были подписаны. Ну, то есть, о чем это говорит? О несерьезности. Вот. И на моей памяти, на моем опыте, таких кадровых резервов была тьма. Никто из этих кадровых резервов никуда не попал, хотя люди были достойные, хорошие, им говорили, обещали. Тьма молодежных советов, бесправных, где, по сути, просто собираются люди и веселятся. Это неплохо, это повод найти себе пару, в принципе, да, жениться или выйти замуж. И, в принципе, могут родиться какие-то идеи. Но история такая, как говорится, так себе. Внутренние конкурсы, когда проводятся конкурсы, кого-то ставят, на ком-то ставят галочку, на библиотеке, на коллектив, на коллектив, на сотрудника, ну и ладно, и забыли. Тренинги и повышение всяких там инициатив, квалификаций. Ну, если этого очень много, это тоже выматывает. И, поначалу, сотрудник, библиотекарь воспринимает это, как меня взяли, меня выбрали, значит, я там, ну, значит, ну, как, я полезен, я что-то делаю. Ну, это чаще свойственно молодым, хотя я считаю, такой подъем, да, когда на тебя обратили внимание, когда тебе сказали хорошие слова, он присущ всем, да, так или иначе. Но, когда это все делается для галочки, это видно. А когда это видно, в этом не хочется участвовать. А когда в этом не хочется участвовать, люди будут уходить. И, на моем опыте, люди уходили. Вот. Ну, есть такие, к сожалению, директора, которые в это играют. Вот им кажется, что они сейчас создадут какой-то мир. Вообще, конечно, без смеха на многих директоров не посмотришь. Прямо вот творцы. Я, конечно, не знаю, каким бы я был директором. Может, тем бы еще, как говорится, да. Ну, каждый создает свой мир, да, какой-то привлекательный, какой-то не очень. Но в целом, конечно, иногда очень смешно бывает. Так, Елена, есть вопрос. Добрый день. подавала уже неоднократно заявку на обучение, но мне так и никто не перезвонил. Как записаться на обучение, на обучающие курсы? Елена, я не понял вопрос. Наверное, вы имеете в виду директ-академию. директ-академию. Если вы имеете в виду директ-академию, то этот вопрос к Татьяне. Значит, когда закончится вебинар, он довольно скоро закончится, вы можете этот вопрос ей задать еще раз. Ну, в принципе, она расскажет про курс. У нее есть свой целый курс на эту тему. Так. Страхи руководителей. Мое любимое. Дело в том, что очень многие руководители, об этом мало кто знает из сотрудников, очень многие руководители, не такие грозные, не такие страшные. У них куча фобий. Но это люди прежде всего. У них куча фобий, куча сложностей, куча противоречий. Уволить, не уволить кого-то. Повысить, не повысить. А за что повысить? А зачем повысить? А как на меня будут смотреть, если я повышу? Есть такое. Правда. Есть страх. Я с этим сталкивался не раз. Не только в плане себя вообще. Есть страх пригласить какого-то интересного специалиста со стороны. Тоже. А что подумают? А вот я его пригласил. Или ее пригласил. А вот он крутой. Черт возьми. Меня подсидит. То есть страхов безумное количество. И нужно понимать, что голова, конечно, забита еще и этим. К сожалению. И, наверное, проблема основная, то, что из этих страхов руководитель боится нанимать сильных специалистов. Они есть на рынке. Я считаю вообще не про себя. Они есть на рынке. Либо переманивать. Я, кстати, считаю, что вполне себе библиотечные какие-то HR должны быть, которые переманивали бы классных специалистов на иные уровни. Почему нет? Но есть огромный страх вот просто пригласить сильного специалиста. Даже на какую-то простую должность. А зачем? Нам умные не нужны. Хотя сильный руководитель на самом деле он именно и работает, и нанимает людей компетентнее и умнее себя. Ну, хотя бы в каких-то областях. Я уж не говорю про все. Ну, хотя бы в каких-то. Ну, вот такое встречается. Так. Шестая проблема. Любые инициативы, как всемирный потоп. Я с этим сталкивался постоянно. Когда начинаешь о чем-то говорить, тебя пытаются заткнуть. Ну, и не только со мной такое было. И после пятого, шестого раза, причем не говорят нет, но все идет к тому, что не надо. После пятого, после шестого раза уже перестаешь подходить. А потом тебе говорят, ну, вот инициативы-то нет. Меня заменить-то некому. Вот уйду я. И кто сядет на мое место? Ну, вот иногда кажется, что это делается все вообще очень специально на самом деле. Но я думаю, что мне кажется. К сожалению, есть такая история. Инициативы, они безумно нужны для развития. И есть даже люди, руководители, которым эти инициативы нужны. Но повторюсь, основная проблема попасть в настроение. Да, это почти нереально. Под настроение руководитель. И тогда инициатива может пройти. Либо под его интересы, либо просто быть ему симпатичным, как это часто бывает. То есть профессионализм, как я вижу, опыт, проекты очень часто меркнут на фоне «Ал мне нравится» или «Ана мне нравится». Хороший парень. Такое тоже часто бывает. И это правда. Это тоже не всегда плохо на самом деле. Но фаворитизм это тоже, на мой взгляд, рука слабого руководителя. У сильного руководителя не должно быть фаворитов. Вот. Так, следующий момент. Седьмая проблема. Молимся на статистику и план. Проблема в том, что все мои руководители с тем или иным уровнем молились на план и статистику. Тут можно задать вопрос и сказать, ну как же, ну это же наш хлеб, это же основное и все такое. Ну, конечно же, это основное. Конечно же, я не говорю не делать план и статистику. Речь не идет об этом. Ну, как я уже говорил в прошлых вебинарах, если руководитель, сейчас вот попытаюсь не грубо сказать, руководитель среднего звена, это заведующий, либо там какой-то директор библиотеки районной, понимает, что ему нужны и проекты, и план, и статистика, он будет давать возможность и все скорректирует таким образом, что будет и план, и статистика, и проект. В моих же случаях, то, что я наблюдал, то, что я видел, все ресурсы библиотеки шли только на набивание, на рисование, ну и так далее. Вы все это прекрасно знаете, как это во многих случаях делается, на создание статистики, короче, да, там на те же мероприятия, еще какие-то, то есть все стандарт, все то есть развитие библиотеки не интересовал, интересовал план. Очень хорошая мысль была, есть и будет, я думаю, я ее услышал. Если вы, как руководитель, заточены на план, то ничего, кроме плана, у вас не будет. Ни нормальных сотрудников, потому что перестанут что-то фантазировать и делать, кроме плана, ни интересных инициатив, идей и развития. у вас будет план, а план это не развитие. Вот. Следующий момент. Ну, это из серии обещалок, это тоже проблема. Значит, да, до повышения нужно отработать три года, а там аттестации через пять лет. то есть, я долгое время от мудрых и опытных директоров слышал, что вот есть, мол, если хочешь, чтобы тебе подняли разряд, или там, ну, нужно отработать три года. Кому нужно, зачем нужно, вообще вопрос, потому что нигде это не написано в целом. Это просто, я вообще это воспринимаю как какой-то пережиток прошлого, потому что так было с ними. На мой взгляд, если человек достоин, если он подает надежды, ну, не один месяц, понятное дело, ни два, ни три, ну, полгода хотя бы, начиная от полгода до года, подает надежды, делает проекты, двигает библиотеку куда нужно, все развивает, почему бы ему не предоставить возможность роста, чтобы его удержать и чтобы ему показать, что в нем заинтересованы, а не говорить вот эту ерунду, абракадабру, которую я очень часто слышал, к сожалению, и не только я, и слышал от своих коллег. Вот. То есть, это, ну, как, поначалу это не отбивает желание, конечно, работать, поначалу это все идет в каком-то тренде, но потом, когда ты понимаешь, что это просто отстань, это, по сути, много букв, но в итоге вырисовывается отстань. Мы не хотим об этом думать. Вот как это называется. И это тоже читается. Это все, все эти проблемы, они на самом деле видны и читаются. И когда одна накладывается на другую, а все эти проблемы ходят вместе, парой, ну, люди либо перестают работать, перестают подавать инициативы, надежды и уходят. Все очень просто. Ну, я, проблем больше. Я, опять же, нарисовал те проблемы, которые, наверное, меня волновали и с которыми я сталкивался и про которые слышал, такие, не более распространенные в моем случае. Могут быть иные проблемы, их гораздо больше. Теперь, что нужно попробовать, может быть, сделать на федеральном уровне, на региональном, в каждой своей библиотеке, если это возможно, попробовать, и это как-то может что-то изменить. Первое. Это ротация кадровая. Имеется в виду необязательно сверху вниз, снизу вверх. Это может быть и по горизонту. Ну, например, там есть талантливый человек, он сидит, делает статистику целыми днями либо занимается библиографией. А у него есть расположенность, он хорошо делает кровеческие проекты. Почему бы его, если есть возможность, не перевести в кровеческий отдел и не мучить? Ну, вот такого рода вещи. В том числе и ротация, скажем так, по отделам, чтобы люди набирались опыта, были взаимозаменяемы. В том числе ротация заведующих. На самом деле нет ничего хуже, по мой взгляд. Ну, вернее так, я не думаю, что это должно касаться всех, но многих. Нет ничего хуже, чем человек, который, может быть, действительно отдал лучшие годы жизни библиотеке, но который, скажем так, сидит, и я буду здесь сидеть, и уже ничего не меняется. Все, все, все ресурсы, все патроны только уходят в статистику. Это ужасно. И такого много. Вот. И человек уже перегоревший, выгоревший. По-хорошему, такие люди по-хорошему должны принимать самостоятельное решение об уходе. Но в идеале их лучше ротировать. Бывает и такое, что они воскресают, как фениксы, и начинают делать что-то интересное. Это тоже, речь идет тоже не про возраст. Есть безумное количество молодых людей, которые мертвы и безнадежно. Но это тоже зависит от условий. Куда их поместить и разместить. Но не всегда это возможно, не всегда вообще это и нужно. Пренирование и поддержка за инициативность. Ну, мысль простая. Сделал что-то полезное, нужное, вот тебе премия. Приходишь, говоришь, что, смотрите, у нас проблемы с каталогом, там обращаешь на что-то внимание. Раз обратил, два обратил, три обратил. Ага, а 99 библиотек и не обращают. Причем все сходится. Все на то, что ты обращаешь внимание, и так оно и есть. На тебе премию. Но это от руководителя. И если эта система премии могут быть разными, даже маленькими, премирование может быть грамотой, премирование может быть вниманием. На самом деле за внимание люди готовы очень часто работать довольно неплохо. Ну, за нормальное внимание, за уважительное. Если инициатива будет действительно поддерживаться раз и навсегда, а не так, у нас всплеск, потому что сверху из департамента пришло распоряжение, что надо там что-то повысить. А как мы это сделаем? мы всем скажем давайте инициативу. Но это на время. Ну, люди тоже это просекают и перестают вообще что-то делать. Следующий момент. Сделать тестовую библиотеку. Идея не моя. Я ее позаимствовал. Очень хорошего человека. Это Наталья Ивановна Шумская. Это мой с гордостью говорю наставник. Мы с ней работали, собачились, ругались, чуть не убили друг друга. Но сейчас любим и уважаем. Идея простая. Одну или две или несколько библиотек отдать под коллективы, под амбициозных сотрудников. Есть же такие сотрудники, которые говорят я хочу править. Иди правь. вот тебе три месяца. Напиши план, что ты будешь делать. Правь. Почему нет? И ну понятно, что в такой библиотеке должны работать убойные библиотеки, которым будет все равно, что происходит. Но в целом это очень интересная история. И так или иначе подбор лидеров, подбор руководителей, подбор коллективов это все равно отсев. Мы никогда не знаем. Может быть вот этот человек, который сидит в углу и ничего не хочет, он идеальный кандидат на руководителя библиотеки. Или он идеальный кандидат руководителя пиар-отдела. Очень часто бывает наоборот. Приходит человек, много говорит, показывает грамоты, а в итоге это пустое место. тестовая тестовая библиотека, тестовый отдел для именно таких коллективов. Не справился? Ну, слушай, бывает. Иди-ка ты обратно на свое место, попробуем другого. То есть это такой шанс всем, и болтологам, и не болтологам проявить себя. Следующий момент. Ориентация на результат, а не на статистику и план. То есть нужно изменить парадигму. Понятно, что планы и статистика будут, и они должны делаться, но не это главное. Главный результат. Что вы принесли в зубах? Статистику? И так уже пять лет. У меня вопрос к вам. Может быть, вас стоит поменять? Может быть, вам не стоит сидеть на должности заведующей библиотеки или того или иного отдела? А, вы еще помимо статистики и плана, приносите проекты, реализуете какие-то интересные формы, и так каждый год окей, все замечательно. Вот это есть результат. Давать реальные полномочия. Это то, что я говорил выше про молодежные советы и так далее. То есть действительно создавать какие-то советы в противовес самому директору. Сильный директор, сильный руководитель создает себе противовесы. Ну, грубо говоря, чтобы у него не снесло крышу. Потому что если он сидит пять лет, десять лет, рано или поздно он превращается в единоличного решателя. А вот я так хочу, а вот я сяк хочу. Чтобы были какие-то советы. Пусть это будут наиболее опытные библиотеки, библиотекари, уважаемые, неважно, но которые могут ему этим советом сказать, а мы так не считаем. И он будет вынужден ну, хотя бы послушать их, либо сказать, да, слушайте, вы правы, я ошибся. То есть такой вот сдерживающий фактор и механизм. Именно этого не хватало многим библиотекам, иначе библиотеки в театры во всякую ерунду не превращались бы. в массовом порядке. Школы лидерства. Дело в том, что руководителей не учат в библиотеках, и библиотекарей очень часто плохо учат, и те, кто приходят с другими дипломами, особо не учат. Нужны специальные школы, пусть это будут небольшие школы при ЦБСах, при, лучше конечно, региональном уровне, федеральном, где будут учить руководству, пусть даже в этих тестовых библиотеках, то есть, если есть кандидаты конкретные на руководство, их нужно учить. Что происходит в основном? Этого кандидата просто берут и пуляют в библиотеку, и он год, два, три, кому-то требуется пять с валидолом, валкордином, еще с чем-то, там выплывает на разные уровни и горизонты. Но это смешно, это вообще не подход, это ерунда полная. Когда я говорил с одним директором на эту тему, а так и делается, мы кидаем, а там выплывут, не выплывут. Замечательно, как говорится, руководитель, пять баллов, можете садиться дальше. Так, быть, Рима, да и в целом наставничество оригинально проходит. Ну да, да, бывает, у меня наставников, честно говоря, таких вот, чтобы, знаете, передача знаний, такого не было. В основном на меня либо наезжали, либо пытались на мне покататься, либо давили на меня каким-то своим странным авторитетом, а у меня нет авторитетов, ну так получилось. Либо еще что-то. То есть, в основном это какие-то странные вот эти вот мысли какие-то там, как было раньше, интернет все загубил, ты вот молодой, на тебя вся надежда. То есть, бесконечная подмена понятий. Какая-то ерунда. Я с этим сталкивался. Возможно, я такой странный, возможно, у других такого не было. Да, наставничество тоже нету, кстати. Оно безобразное и безумное. И на самом деле надо отбирать опытных библиотекарей, я сейчас пошучу, хромых с одним глазом, но которые могут передать знания, да, рассказать, какие бывают категории читателей, как с ними правильно работать, как звонить по телефону, да, как требовать книгу правильно. Вот эти все мелочи, все учатся на ходу. Какой тогда смысл в этих категориях, в главных библиотекарях, в этих высших образованиях, если вы не способны передать знания? Смысла нет, вообще никакого. Так, быть честными с сотрудниками. Это вопрос к руководству всех уровней. Если вы не видите, ну, как я это вижу, да, я сейчас скажу, если вы не видите сотрудники, что он там, ну, не может он, на ваш взгляд, стать заведующим, ну, как не пропущу, умру, но не пропущу, да, скажите ему об этом. Ну, скажите, слушай, парень, или там девушка, там, Даша, Глаша, Маша, ребята, вы очень хорошие ребята, ну, вот, в моей системе координат, вы библиотекарь, через там лет 5-7 главный библиотекарь, все, в моей системе координат, вы не заведующий. Скажите честно, пусть Глаша, Даша, сама решит оставаться ей главной, там, через лет 5 быть главным библиотекарем, либо переходить в другую систему, где другая система координат, и Глаша, Даша может стать руководителем. Все. Нужна честность и смелость, и это отличает хорошего руководителя от всяких остальных. Как говорится, с честностью, смелостью очень плохо у наших руководителей. сертификация сотрудников библиотек, я хотел бы, чтобы в будущем все сотрудники без исключения, в том числе и директора, проходили ежегодную сертификацию на способность быть библиотекарем, чтобы выдавалось специальное свидетельство, и по окончанию этого свидетельства принималось решение, ну, там, по получению, может человек, не может человек, надо ему, ему не надо. На мой взгляд, это очень правильно, было бы. И еще такой момент, срочные контракты для заведующих библиотек. Ну, они могут варьироваться от года до трех лет, в каких-то случаях до пяти, что срочные, что постоянные контракты, они не мешают работе, но они отсеивают людей, которые просто ничего не хотят делать, просто сидят на месте, ровно. Вот тоже одна из таких, одна из мыслей моих. И последнее, ну, наверное, не последнее вообще в мыслях, последнее в этом списке, открывать вакансии миру. Я постоянно сталкиваюсь с тем, что вакансии заведующих, вакансии замдиректоров, они есть в библиотеках во многих, но их не являют мир. Все время пытаются найти кого-то там внутри. Очень часто системы бывают поражены, ну, когда там руководитель ничего не хочет, живет по плану, и так 10-15 лет, ну, кто изнутри может вырасти? Уже никто ничего не хочет, уже там ты вынужден кого-то назначать. Ну, хорошо, есть пару человек таких. Я за то, чтобы эти вакансии были открыты миру, чтобы люди со стороны, пусть какие-то бизнесмены, которые там прогорели, да, пусть какие-то руководители магазинов, меня за это сейчас могут критиковать, где библиотека, где руководители магазина, ну, знаете ли, на самом деле на мой взгляд руководители розничного магазина, среднего даже, гораздо точно будет компетентнее многих заведующих библиотек, потому что там и ответственности больше, и взаимодействия, и реального руководства, а не вот этого вот, то, что происходит во многих филиалах. Поэтому нужно открывать, нужно не бояться приглашать серьезных специалистов, пусть даже из других областей, но следить, чтобы они не свернули не туда. Так, и насколько я понимаю, да, мой вебинар закончился, значит, я вам еще раз хочу сказать всем огромное спасибо, еще раз хочу скинуть три вебинара прошлых, которые были, скачивайте презентацию, я хочу вас спросить, если да, поставьте плюсики, если нет, не ставьте плюсики, ну, скажите, напишите нет, либо минусы. Когда цикли вебинаров узнало какое-то количество библиотекарей, мне несколько человек сказали, а почему ты говоришь только по сути про несколько видов библиотек, а есть библиотеки музеев, есть библиотеки предприятий, есть библиотеки научно-технические, есть библиотеки ведомственные, вот расскажи про них, я вот хочу вашего мнения узнать, стоит продолжать цикл, ну, то есть добавить еще два вебинара про библиотеки музеев, отраслевые, ведомственные, научно-технические, или не надо, либо достаточно, сейчас объясню, почему я так говорю, потому что в рамках четырех этих вебинаров на самом деле я сказал, ну, столько всего, что применимо и там, и там, и там, и там, везде, на самом деле, так, ну, ну, надеюсь, нас не шестеро, ведомственные, да, я бы хотел сделать именно по библиотеке, библиотекам предприятий музейным, ведомственным, но научно-технические они так или иначе вкладываются в региональные и, боже мой, боже мой, федеральные, это, это, это вот этот уровень. Все, коллеги, я вас услышал, спасибо вам огромное, спасибо, что вы меня послушали, спасибо, что были со мной, поздравляю вас всех с наступающим, больше вы меня не увидите в этом году, я пошел разрабатывать два оставшихся вебинара, чтобы замкнуть эту, черт побери, цепочку, спасибо огромное, передаю слово Татьяне, Татьяна, расскажите, пожалуйста, про курс, там что-то, был какой-то вопрос с телефоном, всем.